28 октября в возрасте 54 лет умер американский актер Мэтч Юпэй, известный нашему зрителю по роли Чендлера в сериале «Друзья». Долгие годы актер боролся с наркотической и алкогольной зависимостью, но продолжал сниматься, несмотря на тяжелое психическое и физическое состояние. Сообщается, что его смест наступило в результате утопления. Вечная память. 23 октября в возрасте 91 год ушел из жизни известный советский и грузинский актер Тенгиз Арчвадзе. Сыграл главную роль в историческом фильме «Закон гор» по одноименному произведению Александра Казбеги в музыкальной комедии все того же Николая Санешвили «Встреча в горах». В социальной драме «Хефсурская баллада», в фильмах «Распятый остров», «Красная палатка», «Спелые грозья», «Клятвенная запись», «Понедельник, день обычный» и других. Вечная память. 31 октября в возрасте 50 лет от сердечного приступа умер американский актер Тайлер Кристофер. Он известен нашему зрителю по сериалам «Зачарованные», «Ангел», «Военно-юридическая служба», «Место преступления», «Главный госпиталь». Актер был женат на актрисе Евилан Гури. Вечная память. 2 ноября на 90-м году ушла из жизни советская и российская актриса Галина Мочалова. Она много снималась в кино и сериалах, таких как «Повесть о молодоженах», «Расколотое небо», «Лес», «Вот моя деревня», «Исключение без правил», «Улицы разбитых фонарей», «Мастер и Маргарита», «Шерлок Холмс», «Крик совы», «Инспектор Купер» и многих других. Вечная память. 6 ноября в возрасте 86 лет умер советский и российский актер Анатолий Яббаров. Снимался в кино с 1964 года. Сыграл роли в фильмах «Жили-были старик со старухой», «Джентльмены удачи», «Звезды и солдаты», «Шаг с крыши», «Возвращение к жизни», «По волчьему следу», «Без солнца», «Джаконда на асфальте», «Заложники любви» и других. Вечная память. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова